Татьяна Петруха, расскажу о себе сама, чтобы легче было понять, окей, кто перед вами, почему я, что за тема, откуда... Секунду сниму, чтобы... Нет, влека. Меня зовут Таня Петруха, и моя история началась с тренингов 10 лет назад. Я попала в маленький городок, который находится очень далеко на севере Голландии, и это был тренинговый центр. И в этом тренинговом центре я влюбилась вообще в тренинги. Это были тренинги обучения через практику, лидерство, коммуникационные стили, в общем, все, что было связано с развитием личности. И в 2012 году я решила, что, окей, тренинги — это классно, очень много. Мы работали с международными группами, стала тренером, объездили больше 30 стран, работали с межкультурными вообще организациями и группами. И таким образом я позиционировала себя как тренер. Только каким образом это все связано с сервисом и почему я сегодня с вами перед вами? Потому что в 2012 году я получила предложение от отеля Интерконтиненталь. Кто из вас знает Интерконтиненталь? Слышали? От отеля Интерконтиненталь говорили, нам нужен тренер, который будет формировать классные тренинги для команд, которые будут связаны с сервисом. Ничего не знала о сервисе, ничего не знала о том, как это связано с сервис, результаты, лидерство, тренинги. Но с 2012 года я успешно проработала 5 лет в команде отеля Интерконтиненталь. И первое вводный тренинг, когда я только пришла в отель, первое, что я там услышала на вводном тренинге, генеральный менеджер, который был достаточно взрослый француз, около 60 лет, в галстучке, вернее, шарфиком, и сказал, что вы пришли в место, которое наполнено роскошью. Но для наших гостей не роскошь заставляет людей возвращаться, а заставляет возвращаться наше отношение к ним. Я попала в место, где отношение к людям и отношение не только к клиентам, а отношение и к сотрудникам было самым важным приоритетом в работе. И генеральный менеджер говорил о том, что мы все звенья одной цепи, очень красивые речи, что когда какое-то звенье выпадает, таким образом мы теряем вот это качество сервиса, потому что цепь рвется, когда одно звено выпадает. И на самом деле я попала в место, где главной работой HR департамента было открыть потенциал у людей, которые работают в команде, и построить сервис не только для внешнего клиента, но и для внутреннего клиента. А внутренний клиент это был сотрудник. И я проработала там 5 лет. Во время работы уже очень многие… Я объездила многие отели везде, где я была, и в отпуске просто летала. Я везде заезжала, узнавала, как у вас простроено обучение, какой у вас тренинг-план, какие у вас у нас было 300 сотрудников, 20 тренинговых программ, и очень много измеримых результатов, как это все влияет, этот тренинг на что повлиял, на клиентский сервис, как это повлияло на вовлеченность и так далее. И я объездила те отели, которые я здесь вам обозначила, и Давос, и Канны, и не только пятизвездочные отели, были 4, и 3, и небольшие отельчики, и бутиковые, потому что в сети вообще 13 брендов. И занималась все регионом потом. И для меня было очень важно понять, какая взаимосвязь отношений тренинговых программ, отношений к сотруднику, и как это влияет на внешний клиентский сервис. И очень много для меня было как раз, очень много в голове я простроила как раз через работу в отеле интерконтинентально. Для меня показалось, наверное, узко и мало, понимать только одну схему, и я поехала в школу HR Запас. Есть такой бренд, который позиционирует себя, как компания, которая продает обувь. Слышали, может, читали книгу. И HR школа Запас, они проводили, рассказывали о том, как они работают со своими сотрудниками для того, чтобы они могли так легко продавать. У них вообще нет отдела продаж, у них есть просто суперкруто простроенное отношение с сотрудниками. И в это все время, когда я летала, узнавала, смотрела, мои друзья, уже очень много предпринимателей у меня было в то время, друзей, которые открывали свои бизнесы, и премиальные, и не только, и рестораны, и не только, и архитектурное бюро, и различные компании, которые приглашали меня, говорили, слушай, Тань, ты там работаешь с абсолютно разным уровнем сотрудников. Как вы берете горничную с фастово и можете с зарплатой, которая достаточно базовая в отелях, небольшие зарплаты, как вы можете выстроить такой классный премиальный сервис, и как вы можете выстроить сервис такого уровня с сотрудником, который работает в отеле, который продает номера за 400 самый дешевый номер евро в сутки и 15 тысяч евро самый дорогой номер в сутки в Киеве. Как этот сотрудник остается открытым к обучению, к предоставлению этого сервиса, почему у него нет этого, чего я должна это делать, а зачем мне это все надо. И я начала все то, что я знала, практиковать на этих компаниях, которые меня приглашали, выстраивать и начала работу как раз с middle business, среднего уровня бизнеса, премиально не только, обычные компании. И смотрела, что что-то работало, что-то работало не так, как это работало в больших системных крупных компаниях. И я для себя открыла момент, что конкретно, я сделала такие определенные выводы, и для меня было важно понять, что конкретно мешает реализоваться, почему тренинги в одном месте работают, почему в ZAPA, Center Continental, или других брендах в больших это работает, даже в Украине, если взять те же премиальные сегменты брендов, в некоторых данные программы работают, в некоторых ты приходишь, и не получаем такого результата. И я сегодня хотела поговорить с вами о роли лидерства и поговорить с вами о том, как сильно лидерство влияет, исходя из тех моделей, исходя из тех выводов, которые я сделала на основании всего того опыта, который у меня был. На сегодня я работаю, у меня своя компания, она называется Evolve, от слова эволюция, потому что я верю в то, что можно достичь результатов через эволюцию, а не через революцию. На некоторых выступлениях говорят, да ладно, эволюция это очень долго, это трансформация. Кто-то говорит, я за то, что можно прийти с саблей и все через три месяца порешать, сказать, ты наказан, ты уволен, ты ушел. Но я за то, что эволюция, она приводит как раз к другим результатам, потому что, если мы говорим, классный сервис, где сотрудники расслаблены, где сотрудники кайфуют свои работы, она достигается как раз путем трансформации, эволюции, зрелости команды, переходом команды на немножко другой уровень. И я сегодня подготовила таких два-три основных блока для вас. Первое, хотела поговорить о роли руководителя и менеджера на классный клиентский сервис, на получение классного клиентского сервиса. Хотела поговорить о главных навыках, основных этапах руководителя в построении клиентского сервиса. И если успеем, немножечко затронем тему миллениалов, если будет это время. Если нет, я просто в презентации оставлю вам тех ключевых главных спикеров, которых я хотела привести в пример. Я очень много летаю, очень много путешествую, езжу на какие-то семинары. В прошлом году я была на самой большой в мире HR-конференции, она называется Шрим, проходит в Чикаго, где 25-27 тысяч людей собирается со всего мира. Это самая большая выставка на три полных дня, где тоже говорится о трендах работы с командами. И сегодня о них тоже поговорю. Я говорила, что я работала с средним бизнесом после того, как поработала в больших брендах, после того, как работала много с европейскими компаниями. Я вывела для себя один такой момент, который я поняла, что сильно отличает большие, крупные бренды, которые имеют мировое имя. Такие компании, как Apple, такие компании, как Disney, такие компании, как Ritz Carlton. В общем, крупные мировые бренды, они все говорят о том, что стиль управления мы используем, который они называют современной пирамидой управления. А стиль управления, который используется у нас на постсоветском пространстве, это неважно, это Казахстан, это Украина, это Армения, Грузия. В постсоветском пространстве используется классическая пирамида управления. Что такое классическая пирамида управления? Есть CEO, босс, собственник, руководитель, он главный. Есть руководитель, после него менеджер, и потом есть сотрудник. Если взять орг структуру, это линейный персонал или тот, кто находится на самом низком, самого низкого звена в компании. В тех же компаниях, о которых я упоминала, весь менеджмент, весь HR, все службы, которые есть в компании, они служат, и в перевернутой пирамиде управления у нас кто на самой верхушке пирамиды? У нас сотрудник, который имеет непосредственный контакт с клиентом. И в перевернутой пирамиде вот этот вот как раз сотрудник, это не просто типа ты здесь главный, а каждый день мы делаем такие действия, которые показывают, что он не главный. Это, например, заходит руководитель в компанию и сразу видно, идет босс, если есть еще столовая для персонала или какое-то место, где кушают, зашел босс, все расступились. Или заходит босс и пропускает сотрудника, который обслуживает клиента. И вот такие детали, они сразу видно, кто здесь сейчас, здесь все для сотрудника, который обслуживает клиента, уважают его, не уважают, на каком он месте. И это все заметно очень сильно в каких-то словах, фразах. Я приду, или как я себя чувствую, если там руководитель говорит, ну я тоже устал, или окей, я устал, но как сейчас себя чувствует мой сотрудник, который находится там фронт-линия или в полях, не знаю, кто как называет. И в современной пирамиде управления это та пирамида, которая Европа давным-давно на нее перешла. И те компании, которые стремятся создать клиентский сервис, клиента-центричность и обслуживание клиентов в центре, поставить в центре компании, они давно перешли и пропагандируют, что наша пирамида управления это современная пирамида управления, где мы заботимся о сотруднике, потому что на самом деле клиент очень редко пересекается с собственником или сё, он его видит реже, чем сотрудника видит каждый день. И с момента, когда сотрудник надел бейдж, он является лицом компании, потому что для клиента абсолютно все равно, он знает, он новенький, не новенький, он только что пришел, адаптацию не прошел, плохо себя чувствует или хорошо, для него бренд это человек с бейджем, и все. И соответственно, все процессы, которые простраиваются внутри компании для того, чтобы создать классный клиентский сервис, они должны быть настроены так, чтобы менеджер чувствовал себя, что он служит, но в хорошем смысле этого слова, что он здесь для того, чтобы сотрудник ощущал себя классно, для того, чтобы сотрудник был осведомлен, для того, чтобы сотрудник был в драйвовом классном настроении, то есть какая сила нужна менеджменту для того, чтобы, во-первых, уметь переварить все свои эмоции за день, научиться управлять собой, управлять временем, и при этом еще помогать сотруднику управлять собой. И я вывела основных таких 12 навыков руководителя, без которых менеджер, о котором мы говорили здесь раньше, он не совсем может создать те условия, где сотрудник будет получать кайф, предоставляя сервис. Я еще об этих навыках поговорю, пока не буду на них детально останавливаться. И все эти 12 навыков я уже третий год прорабатываю с командами на нашем рынке, если брать рестораторов, это Milk Bar, Dogs and Tales, La Familia, Bassana, это бренды, с которыми я работаю с этой программой, с некоторыми уже 3 года, с некоторыми 2, с некоторым год. Есть IT-компании, логистические компании. В общем, это мой профиль, которых я уже эту программу знаю вдоль и поперек. И интересно, как сильно прорабатывая один из навыков, например, возьмем там навык постановки цели, все говорят, да это мы знаем, или навык там, как получать результаты через делегирование, как сильно это влияет на клиентский сервис, как сильно это влияет на продажи, и я вижу эффект, как сильно это влияет вообще на атмосферу внутри коллектива. Хотя говорят, какой вы тренинг провели по продажам? Я не работала с продажами, поработала с менеджером, а менеджер поработал с командой. И если взять, говорила, что поговорим сейчас о современных навыках, навыках современного руководителя, я была буквально в прошлом месяце на семинаре от университета TLX. Это университет, который находится по всему миру, и они практикуют, они говорят о том, что мы даем инструменты руководителям во всем мире, особенно популярно это в Китае, мы даем инструменты совладать со стрессом, потому что говорят, для нового поколения, для того мира, той эры, которая грядет, самый большой навык руководителя это умение справляться со стрессом. И они дают там очень много разных дыхательных практик, когда я принесла своим менеджерам, всегда, ладно, что-то сейчас дышать тут будем. Я говорю, да, будем дышать, потому что уметь учиться справляться со стрессом, надо каким-то образом что-то делать для того, чтобы научиться жить в этой новой эре, где есть заполненность кучи информации и кучи всего, и нужно научиться в первую очередь совладать с собой. И поэтому навык, который номер один, это кроме того, что менеджеры должны уметь еще в тех 12 навыках, о которых я говорила, я считаю, важно, чтобы уметь, надо еще уметь справляться со стрессом. И еще один момент, который говорил ТЛХ, что современный менеджер, руководитель, он должен не только уметь справляться со стрессом, он должен уметь работать в состоянии потока. А что такое поток, все говорят, не знаю, это какое-то такое классное состояние, мне это неизвестно, в ресторане столько работы, то что приказывается, тут поток организационных задач, поток всего, поток летучек, а поток в плане, когда есть кайф, это вообще для нас незнакомо. А тот же TLX, он говорит, что поток — это очень простые вещи, это умение управлять собой в эмоциональном плане, это создание смысла, это работа с телом, знать, как вообще можно себя восстановить быстро. И, в общем, целый ряд, я очень вам советую почитать, открыть TLX, почитать, у них очень много исследований и вообще в состоянии потока, это такая очень классная информация, просто хотела вам дать на заметку, чтобы вы могли больше об этом прочесть. Кроме того, что современный лидер — это тот, который классно умеет управлять собой, это тот, который знает основные базовые навыки лидерства, но при этом современному лидеру важно еще, чтобы он мог изменить на уровне мышления, что меняется поколение, меняются тренды, меняется все на рынке. И сейчас то, что я вижу, немножечко в Киеве, если взять в целом срез, не только ресторанный бизнес, немножечко мы не успеваем за всем этим, потому что слайд, который я вам даю, компания Disney опубликовала уже 3-4 года назад, о том, что говорила, что уже есть новый способ управления командами. В старом способе управления командой за управление людьми, и это еще, это не только Украина вообще во всем мире, за управление людьми отвечал HR, который назывался у нас кадровик. Кадровик, отдел кадров, к нему мы идем за отпуском, к нему мы идем за какими-то базовыми вопросами, а сейчас отдел кадров это каждый руководитель, отдел кадров это каждый менеджер, у которого есть в подчинении хотя бы один человек, потому что роль HR смещается на роль такого серого кардинала, это роль фасилитатора, который может обеспечить всех менеджеров знаниями, умениями и навыками, как работать с командой, дать определенные процедуры, простроить адаптацию, но не самому этому все нести, и HR говорит, блин, я не знаю, что делать, это ужас какой-то, мне столько всего. HR обучает менеджеров и при этом распространяет вот эту привычку работать с командой для всей команды. То есть работа HR, настроить процессы и контролировать, потому что нужно удержать баланс между заботой и контролем. И вот этот баланс между заботой и контролем, если мы сильно много отдаем, я им так заботюсь о команде, так заботюсь, а они при этом вообще мне не отдают. Окей, а где мы выстроили контроль? Я даю и беру, я вам дала знания, проверила, дала, проверила. И как раз задача HR все простроить, а менеджеры как раз с этим балансом, заботой и контролем с сотрудниками должны уметь работать. Если в старом способе управления командами предоставление хороших льгот и зарплаты было больше, чем достаточно, в новом способе управления уже сотрудники идут, особенно новое поколение, они идут работать в ту команду, где работают талантливые классные люди. Там, где работают классные, вот там крутые люди, им все равно куда они будут ехать. Они будут ехать на Трещину, или они будут ехать вообще за город, или им нужно будет переехать в другой город. Все очень мобильные, где работает крутая команда, они хоть сидя, хоть стоя будут работать им все равно. В старом способе управления найм был прохож на покупку. Купили, продали, мы можем вам предложить столько денег, вы к нам пришли, все. А сейчас, если вы заметили, что сотрудники приходят и говорят, что вы нам можете интересненького предложить, как бы мы продаем компанию, почему у нас нужно работать. То есть это больше похоже уже на маркетинг, чем на как таковую сделку. Кто замечал, что сейчас приходится продавать свой бренд? Есть такие? Парочку хотя бы человек? Я замечаю лично просто. Развитие – это было просто программой обучения. Сейчас очень много менторства, наставничества. Никто не любит, когда указывают, как им делать. И, соответственно, нам тоже нужно меняться, научиться, что значит инструктирование, что значит наставничество. И если раньше ко всем относились одинаково, и это всем было окей, то сейчас нужно как можно больше научиться дифференцировать работу сотрудника. Все молодцы, и при этом вас я люблю за это, вам подарок за это, а вы молодец здесь, потому что все любят как-то выделяться. При этом в новой реальности руководитель может не меняться, ставится в старой парадигме, в старом способе управления, но при этом в новых реалиях уже компаниям нужны люди, а не люди ищут компании. И в новых реальностях конкурентное преимущество – талантливые люди. В новой реальности есть дефицит этих же талантливых людей, и люди склонны к смене компании. И то, что важно, что люди становятся более требовательны к выбору компании и к действиям самого же руководителя и самой же компании. И тот же Дисней опубликовал слайд и сказал, что на самом деле роль HR или роль руководителя, я сейчас не разделяю работу HR и руководителя, потому что в итоге все равно наша цель – это счастливый сотрудник. И Дисней говорит, что то, что мы хотим, чтобы сотрудник делал для клиента, точно то же самое от нас ждет сотрудник, что для него сделает компания. И как раз в момент, когда я увидела вообще вот это исследование, когда услышала эту фразу, я понимала, почему у них что не хватало в некоторых украинских брендах, где я делала все то, что я делала в международных брендах. Потому что провисала часть заботы о команде. И где-то сотрудники мне говорили, я собиралась сотрудникам и говорила, окей, чего вам не хватает для того, чтобы сделать классный сервис, чего вам не хватает, мы уже обучение сделали и такие программы сделали. И вроде с лидерством работают. Говорит, окей, но у нас форма, понимаешь, у меня на форме стоит пятно, я должен в премиальном сегменте эту форму, я прикрываю пятно, иду к этому клиенту, как бы я должен его обслужить, мне некомфортно, я не уверен в себе. Или, например, меня поставили первый день на работе, меня поставили на работу, я не знаю ничего о бренде, и таким образом мне спрашивает клиент что-то, я пытаюсь придумать, потом я еще виноват. Это ответственность компании, и это часть адаптации, это часть обеспечения разных HR штук, которые помогают сотруднику чувствовать себя уверенным, особенным, относиться к нему как к индивидуальности, и помогает мне быть осведомленным. Помогает мне быть осведомленным, это значит, что компания позаботилась, что в первый день выхода сотрудника на работу сотрудник знает все, что необходимо для того, чтобы коммуницировать с клиентом. И у меня есть возле дома супермаркета, сейчас я привожу пример, что я прихожу и говорю, извините, а где тут можно купить тунца? Они говорят, слушайте, не знаю, я здесь на мясе. Виноват ли сотрудник? Вообще к нему нет претензий. Просто его поставили и сказали, ты работаешь в мясном отделе. А что со стороны компании? Компания могла обеспечить в структуре, в HR, в управлении, чтобы сотрудник почувствовал себя частью большого бренда. Где сделали эту адаптацию? Где сказали, слушай, ты не просто сотрудник мясного отдела, ты сотрудник всего бренда, потому что ты надел бренд и бейдж этой компании. Где была, скорее всего, у нее не было адаптации, она не знает, где что находится, ее сегодня туда поставили. И поэтому какие вопросы к сотруднику? Вообще никаких. Я просто понимаю, что какой-то из HR процессов не существует сейчас в данной логической цепочке. И поэтому мое личное убеждение, и оно подкрепляется кучей фраз и цитат, которые я для вас сейчас тоже здесь написала и подготовила, что мы должны относиться к нашим сотрудникам точно так же, как мы хотим, чтобы сотрудники относились к нашим клиентам. И вот этот сервис, который все хотят, сервис для внешнего клиента, он лежит через сервис для внутреннего клиента. Вау-сервис для внешнего клиента – это вау-сервис для внутреннего клиента. И если бы говорим о тех трендах, которые были в прошлом году, в Чикаго, в Америке, это ежегодная конференция, она просто каждый год происходит в разной стране, в этом году она будет в Лас-Вегасе, и на конференции очень много говорилось о том, что нужно уметь создавать менеджерам культуры, сервисную культуру, коучинговую культуру, культуру заботы и так далее. Когда менеджер будет культивировать эту культуру, тогда эта культура будет частью привычки, и не будет разделения «я на работе такой, а вот сейчас в принципе я делаю совсем по-другому», потому что вот я такой. А на работе меня там заставляют быть внимательным, заставляют быть услужливым. То есть создавая культуры, почему говорю эволюция, потому что создавая культуры, не приходится контролировать постоянно человека. Мы создаем такую прям целую, как это сказать, уже прям систему внутри компании. Я к Гарвардске потом вернусь. Хочу обратить внимание сейчас на четыре основных, даже три-четыре основных навыка руководителя, и хочу показать это на примере одного упражнения. Чтобы мы сейчас с вами сделали одно упражнение, потом разобрали, окей, все, что я сказала, это классно, только что конкретно менеджеру делать, для того, чтобы держать драйв и мотивацию сотрудника. И как можно сделать так, чтобы сотрудник действительно мог предоставлять этот классный клиентский сервис. Давайте мы сделаем упражнение. Я попрошу выйти пять человек сюда на сцену, условную такую сцену, и мы сделаем с вами небольшое упражнение. Четыре, пять человек. Четыре человека для упражнения, и один, у которого есть таймер. Один человек, у которого есть таймер. Ну давайте смелее. Четыре человека, ничего трудного. Ребят, давайте. Вчетвером. Втроем. Супер. Упражнение привез в свое время Хэмиш Тейлор. Я написала его фамилию на слайдах. Хэмиш Тейлор – это человек, который построил сервис компании British Airways. Он привозил в Украину свой семинар, приезжал с семинаром, дал это упражнение, говорю, класс, можно его использовать? Говорит, да, конечно, делайте, как вам удобно. И в этом упражнении есть очень небольшие, несложные правила. Оно достаточно простое. Ребят, вам нужно стать между этими двумя столбиками. То есть вы стоите возле одного столбика, а вы стоите возле другого. Супер. Вы начнем с Максима. Возле вас заканчивается столбик. Да. Супер. Все. Столбики мы не двигаем на протяжении всего упражнения. Вы можете чувствовать себя свободно. Регби-мяч, Максим, вы прикасаетесь к столбику. Прикасаетесь к столбику. Поднимаете, передаете Антону, Ивану и Татьяне. Передаете. Татьяна, вы прикасаетесь к столбику. Поднимаете опять. Передаете. Супер. Максим, прикасаетесь снова. И на этом цикл закончен. Вот цикл закончен. Так. Теперь нужно засечь время. Могу я вас попросить засечь время? Или Артем, давайте. Артем, давайте к нам тогда. Будете возле ребят. Вы засекаете время. За какой максимальный период времени может сейчас команда сделать цикл? То есть вы прикасаетесь, вы засекаете время. Прошли, передали обратно. Стоп. Окей? Хорошо. Готовы? Итак, когда вы готовы, вы тоже между собой договоритесь. Засекаем максимально классный результат. Договорились? Супер. Передали. Супер. Стоп. Шесть секунд. Хорошо. Мы со своей стороны. У меня есть такой условный флипчарт. Я зафиксирую шесть секунд. А вас попрошу сделать в пять секунд. Хорошо? Ваша задача в пять. Поаплодируйте, пожалуйста. 4.85, да? Да. Окей. Сделайте, пожалуйста, в 3.50. Мы столбики не трогаем. Все остальное. Ваша еще одна задача, просто чтобы все прикоснулись к мячу. Все. Раз, два, три. Так, была задача в 3.50. Давайте все-таки в 3.50. В 3.45. В 2.50. Можете все что угодно делать, кроме того, что столбики вы не меняете, и все четыре человека должны прикоснуться к мячу. Все. Да. И столбики вы не двигаете. Продолжение следует. Давайте на практике. Давайте на практике. Пробуйте, как получается. 3.13. А цель была 3.45. 2.50. 3.13. Давайте еще пробуем. Ближе нет. Валя, начинай. Валя. У вас точно это получится. Важно, чтобы пробовали, делали, и все выйдет. Готовы? 2.93 поаплодируйте, пожалуйста, уже лучше. Было 3.15. Давайте 2.50 пробуем еще раз? Давайте. У-ху, давайте. Так, поаплодируйте, пожалуйста, 2.75. Сколько? 2.30. У-ху, молодцы. Хорошо, спасибо большое, ребят, присаживайтесь. Окей, давайте теперь разберем, а что конкретно от меня, как от руководителя, который поставил задачу, какие навыки от меня требовались. Что я как руководитель сейчас сделала? Цель. Что еще? Дала условия, то, что точно нельзя делать, то есть правила какие-то игры. Поставила цель. Что я еще сделала? Настойчивость, я просто узнала, что это возможно. Что разве выполнение? Поставила, ну это цель, да, можно сказать. Отметила результат, отмечала вообще результат. Отмечала. Постоянно показывала, говорила, класс, 4.80, 3.80. То есть они чувствовали, что они уже рядышком. Что еще? Сказала, что получится, потому что действительно знала, это реальные. Самое главное, дала свободу действия, они сами что-то между собой обсуждали. И вот когда я говорю о современной пирамиде управления, дальше там о миллениалах, о том, что меняется подход в управлении. Смотрите, советский, постсоветское пространство, подход это какой бы был? Можно, Лена, просить, на секундочку. Например, Лена бы участвовала в этой игре, а я бы сказала в задании. Лен, так, подвинься, так, стань, стань, хорошо, нагнись, держи. Вот это было бы, как я как менеджер, спасибо большое, я бы как менеджер показывала конкретно, что бы делать. Сказала, так, 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 а ну-ка, Максим, Артем, сейчас подвинулись, сюда, левее, левее, стань, ногу убери, подвинь. Вот это управление, которое называется, директивное, при этом директивное, но имеет место быть, просто не 100% времени. Для тех же миллениалов или для тех же ребят, которые хотят ощущать кайф от того, что они делают, им важно где-то давать какое-то пространство, как они это делают. Контролировала ли я, говорила, как делать, нет, они это делали, но не достигали своих результатов. Соответственно, как мы это применяем в ресторанах, и работая с ресторанами, мы тоже, мы делали, исходя из такого подхода, я говорила менеджерам о том, что важно знать три основных навыка. Постановка четких целей, измеримых, достижимых, реальных, постановка каждый день, постановка, что мы можем измерять, если мы не можем, если мы не можем описать, мы не можем измерять, мы не можем измерять, оно становится неуправляемым. Если бы я пришла и сказала, вот не поставила бы цифры, там говорили, нет флипчарта, окей, если бы я не поставила сейчас цифры, ну, ладно, просто скажу, ребят, классно, давайте лучше, классно, молодцы, давайте еще, давайте, сколько бы хватило, на сколько бы хватило, ребят, я сказала, слушай, издеваешься над нами или что, и так хорошо. А когда есть какая-то измеримая цель, задача, они кажутся, во-первых, недостижимой, а во-вторых, она кажется более драйвовой. И что можно делать в ресторанах, это обязательно ставить какие-то измеримые цели. Если мы говорим о клиентском сервисе, что у нас измеримо? Что у нас измеримо с точки зрения клиентского сервиса? Откуда у нас цифры могут появиться? Продажи, средний чек, оценка тайного клиента, если у кого-то есть, тайного гостя, да, кто называет как. А кто пользуется оценками тайных гостей? Есть такие? Оценки тайных гостей тоже очень круто работают, потому что первое, что приходится, это, конечно, нужно описать. Нужно описать, потому что слово забота, к сожалению или к счастью, потому что мы разные, каждый понимает по-своему. Если я вам скажу, и я с участниками тоже делаю упражнение такое, говорю, хорошо, а что для тебя заботится? Опиши, какие это действия. И есть участники, которые говорят, у нас дома понятие забота, это уйти в свою комнату и не мешать. И это тоже, ну это тоже, ну забота, это значит дать пространство другому человеку, он так говорит. Имеет ли он право так мыслить? Окей, человек устает, у них вечером такое понятие заботы. Но он приходит, мы по ценностям отобрали человека, он приходит, мы говорим, а теперь давайте заботиться о наших клиентах. Ну вот он так и заботится, он понимает, что я лучше буду не мешать. А для кого-то заботиться, есть ребята, которые говорят, а мне нужно 20 раз обниматься в день. А кто-то говорит, ненавижу обниматься. И вот это вот отличие, пока мы не пропишем четко, при том, что стандарты, конечно, кто-то говорит, что стандарты, они убивают сервис. Здесь есть две медали, есть базовые понимания, а когда есть уже надстройка и понимание, что ожидает бренд, какие-то описанные базовые постулаты, тогда уже можно давать вау надстройки, какие-то уже расхождения от этих стандартов. Поэтому то, что можно делать, это первое, что сделать, это нужно описать, описать свой сервис. Для нас сервис это и прописать стандарты. Это встреча, посадка, выдача меню, прием заказа, потом уже обслуживание непосредственно во время посещения гостя, и расчет, прощание, все. Мы называем это там 7 шагов на встречу гостя, базовых, basic, чтобы всем было понятно, что вы от них ждете. Зафиксировать тайным гостям, сказали, что у нас был визит, вы сделали на 5. Неплохо, нехорошо. Тайные визиты убивают вообще сервис, тогда, когда приходят команды и говорят, что 5, вы не сделали. Вы просто говорите, смотри, у нас 5. Неплохо, нехорошо. Но можете сделать на 4. Они говорят, окей, хорошо, мы даем неделю. Менеджер при этом знает, что такое обратная связь, потому что нужно постоянно приносить команде, говорят, ребята, 4, 4 сейчас. Можем, можем, 3. Давайте, давайте, теперь уже 3. И есть еще техника коучинга. Не знаю, знакомы, не знакомы. Коучинг – это искусство. Современный менеджер уже прям, уже очень надо это все знать, очень нужно это уметь. Потому что коучинг – это искусство задавать открытые вопросы. Если бы ребята долго не справлялись, моя задача через открытые вопросы сказать, а что еще можете сделать, а как. Но они сами меняли позиции, они сами делали что-то по-другому, мне не приходилось использовать даже коучинг. А если бы я использовала такой подход, где я бы сказала, так, а ну сейчас подвинься, встань и так далее, я бы уже вмешивалась вообще в их личное пространство. И, конечно же, если не достигается цель, тогда уже можно еще задавать открытые вопросы. И вот на тему описания, что когда мы не знаем, что для нас сервис как бренд, или мы не знаем, что мы четко хотим, мы говорим слово «забота», «внимание», «будь клиент-ориентированным», у всех появляется разное видение. И если я вам скажу сейчас, представьте собаку, кто из вас сейчас представил овчарку? Поднимите руки. Три человека. А я же говорю, что собака непонятно, что это овчарка? Да, то есть поэтому такие слова, как «забота» и все остальное, все связано с сервисом, очень классно, когда оно описано. И потом уже измеримо, и вы команде ставите результат, достигаете. Из практики, это как раз киевские бренды, из практики, там, где была важна бренду клиент-ориентированность, мы зафиксировали стандарты, базовых 7 шагов, мы сделали измерения, мы давали команде раз в неделю, два тайника в неделю было, давали результаты за полтора месяца с 53 до 85 процентов из 100, сервис вырос. Конечно, через 6 месяцев команде уже хочется что-то обновить, менять, поэтому стандарт – это живой инструмент, но с помощью базовых таких принципов можно держать мотивацию команды. И часто, когда говорят на рынке, «Ой, вы знаете, придите, вы тренер, у меня много тимбилдингов, лидерских программ, сделайте нам, у нас команда чуть сдулась, сделайте нам такой небольшой буст, так, чтобы они прям прокачайте их». И я чаще всего отказываюсь от таких программ, говорю, «А давайте лучше возьмем менеджеров и прокачаем менеджеров, как можно научиться каким-то базовым штукам, которые они могут постоянно стимулировать, потому что тренер пришел, качнул, день позанимался, как «А давайте, ой, класс, такие все довольны, класс, месяц держится, два держится», но менеджер не поменялся. Привычки не изменились, а лучше менеджер изменит привычку проводить собрание, менеджер научится искусству обратной связи. Есть базовые книги, я вам могу даже всем выставить, презентацию я вам вышлю, и тоже сможешь еще там посмотреть заметки. Обратная связь, позитивная обратная связь. Пять раз в день пусть лучше менеджер хвалит. Это будет такой допинг, что сотруднику не нужно внешнего тренера, который придет и просто проведет какой-то тренинг, где все будут классно себя чувствовать. Одно другому не мешает, но имею в виду, что на постоянной основе нужно вкладывать в менеджеров, потому что они формируют состояние нашего сотрудника, который работает каждый день с нашим клиентом. И в Америке выступал Оскар Мунос, это СО, американская компания United Airlines. У них очень много перелетов, у них самолеты как маршрутки, каждый час летают между всеми городами. И он говорил, что мы столкнулись с проблемой, когда мы начали масштабироваться, мы заметили, что у нас среди руководителей не сильно понятно было, что мы хотим, пунктуальность или заботу. То есть они уже даже описали, они измеряли, но они для себя не определились в каких-то конфликтных ситуациях, а за что мы идем, мы за заботу или за пунктуальность. Типа самолет должен же вовремя вылететь всегда, прям закрыть гейт и улететь ровно минуту в минуту. Но при этом мы заметили, что если прибегает мама с коляской и нам нужно ее дождаться, то у сотрудников было непонятно, нам нужно сейчас проявить заботу или нам нужно закрыть гейт и быть с пунктуальностью. И пока этот конфликт на уровне менеджмента и топ-менеджмента не проработан, то нечего требовать у линейного персонала или у сотрудников, а вы научитесь принимать решения. И они вплоть до того, что они прописывали такие ситуации, как правильно себя вести, что забота все-таки на первом месте. И я два раза им летала, два раза они на 25 минут задержали рейс, поэтому 25-30 минут. Поэтому тоже, конечно, есть такие моменты. Я о том, что нужно работать с командой, начиная с менеджмента, начиная с руководителя, начиная с прояснения, с описания, с измерения. А измерение, все, что становится измеримым, ему легко управлять. Менеджеру не нужно объяснять, рассказывать каждому сотруднику. Конечно, менеджер устает, если ничего не прописано, если ничего не измеримо. Менеджеру приходится каждый раз новому сотруднику рассказывать. Я тебе не это хотела, я тебе хотел вот такое, мне важно было другое. Легче один раз сделать, прописать, оформить, измерять, и менеджер тогда может просто учиться уже совсем другим навыкам. Те, которые требуют новое поколение, те, которые требуют современность, те, которые уже больше о наставничестве, больше о открытых вопросах, но при этом цель всегда очень важна измерять. Можно уйти в лидерство, заниматься лидерством, при этом совсем забыть, а ради чего я этого больше делаю? Какие у меня измеримые показатели? Где я могу следить? Ради чего это все? И также в Америке говорили о том, что когда мы ничего не измеряем, мы не можем драйвить команду. Команда не получает какого-то драйва, и как раз это измерение помогает участникам всей игры или же, скажем, рабочих процессов в том же ресторане понять, я сейчас выигрываю или проигрываю. Что мы можем команде сказать? Мы сейчас молодцы или не молодцы? Как мы можем драйвить команду, если у нас нет никаких цифр? Представьте, если вы бежите просто, а давай бежать, и сколько мы можем? Другое дело, давай бежать в марафон. Это разные вещи. Или давай бежать в марафон, и сколько? Два километра? Два с половиной? Двадцать один? Сорок? И тогда уже, даже когда уже прям, ну нет силы, понимаю, ну все равно добегу, потому что там будет в конце мне или для себя, или от босса печенька, неважно. В общем, что-то, ради чего большего я это делаю, куда, какая цель. И на самом деле фокусы менеджера, я замечаю, что на нашем рынке достаточно часто у менеджера 90% менеджера занят операционной работой, психотерапией с сотрудниками, завалы разгребает в задачах, ну правда же, да, то есть пока разгреб все, уже как бы некогда вот это все делать и драйвить команду. Ну когда я это буду делать? Потому что остается 10% на все, что касается неоперационки. Хотя на самом деле модель, которая дается в той же Великобритании, говорится, что менеджер это тот, кто делает руками других, от слова манос, руки, и он не делает сам. И я встречаю, что в небольших ресторанах менеджер, он же официант, и он даже в голове не может это дифференцировать, что подожди, давай настроим процессы таким образом, занимает полгода, но переходит команда с админов в состояние, что это я теперь руководитель, даже администратор может быть, но что он руководит командой. И важно уводить с процессов, с операционки менеджера, чтобы осталось время на управление командой, потому что то, что мы сейчас сделали, это управление командой, на это надо время, поставить цель, дать обратную связь, сделать собрание, сказать, сколько результат, замотивировать, что у вас получится. Это все быстро, но на это надо пространство. Время имеется в виду во всем расписании. И 30% это также еще управление сотрудником. А что такое управление сотрудником? Разговоры один на один, чего ты хочешь, какая твоя личная цель. И если менеджер это включает, вам не нужны никакие внешние стимуляторы классного драйва у руководителя, у сотрудника, вернее. Потому что руководитель стал тем, кто постоянно разговаривает, знает цели, умеет поставить цель личную и законнектить ее с целью компании. Чтобы сотрудник приходил на работу ради смысла. Я говорила о состоянии потока, это еще и мининг коэффициент, это коэффициент смыслов. А зачем? Я просто официант? Или там большие компании тоже используют визию. Ты не просто официант, или ты не просто уборщица, ты запускаешь космические корабли. Вы помните, может быть, какие-то фразы в интернете. Но это вот как раз эти смыслы. И это все супер реально делать у нас. Это не требует каких-то там космических знаний, много денег. Это просто нужно сесть и сделать. И контролировать, и следить. И у нас очень много примеров, где это действительно происходит. Я делала уже три года назад, я сделала тоже HR-школу, где мы простраиваем все процессы, 30 чек-листов с внутренним клиентом. Работа с внутренним клиентом. И эту HR-школу заканчивали уже, то есть это седьмой поток у меня сейчас будет. У кого-то все выстреливает, класс, все работает. А кто-то все взял, 30 чек-листов, и просто не выделил на это время, силы. И вот где-то оно осталось. Поэтому для этого просто важно взять, сказать себе, окей, мы готовы, и это точно работает. И 10% менеджер оставляет на себя саморегуляцию, управление собой, планирование, стрессоустойчивость и так далее. И регулярная обратная связь, открытые вопросы, это все то, что очень важно, особенно для нового поколения, то, что сейчас максимально драйвит новое поколение и максимально помогает менеджеру оставаться в ресурсном состоянии и уметь управлять. В чем же особенности тех же миллениалов? Есть такой портландский институт лидерства в Портленде, и они как раз тоже делали исследование миллениалов, они сказали, что характеристики нового поколения, не буду считывать все, что там написано, то есть это краткосрочность, это желание делать все самому и краткосрочные фокусы. То есть менеджеру тоже нужно знать, кто передо мной, какие у него стили мотивации. И то, что говорят, что там миллениалы, они такие безответственные, они неинтересные, они не прикольные, мы не изменим поколение, но придет, просто менеджер или может отстать и уже не впрыгнуть в поезд, который едет, или же может наоборот найти какие-то плюсы работы с миллениалами. Как тренер могу сказать, что у меня была одна группа, которая достаточно молодая, там были всем до 27 лет, это была компания, я не буду говорить, такая. В общем, обычно упражнения, которые делают 40 минут, они делали за 10. И на половине тренинга я уже позвонила своей ассистентке, говорю, привези, пожалуйста, новых заданий, потому что у меня уже все заканчивается. Это совсем, это круто. То есть что я позитивного могу найти в новых сотрудниках, в сотрудниках нового поколения, как я могу с ними работать. Но это можно все только отследить и вычленить, когда у менеджера хватает своего ресурса. Когда менеджер устал от всего, ему нет сил, и это тоже объяснимо, это нормально, нет сил найти что-то классное в том, кто передо мной, найти ресурс у этого сотрудника, начать его открывать, в то время, когда у самого нет сил, потому что не простроено что-то, неописано, неизмеримо, не знаю, как мотивировать, не знаю, какие слова уж даже подобрать. И для нового поколения очень важно давать возможность делать сотруднику выбор самому. И в этом упражнении я хотел, чтобы как раз на практике вам показать. Сделать самому, это не значит делать все, что угодно. Я задала рамки как руководитель, а вы сами выбрали, как вам стоять, как передать, присесть. Вот даже кто-то присел, были группы, где вообще там лежа уже передавали. Но это их выбор, что-то сделать самому, не указывать им, как делать, не говорить, что конкретно. И еще один важный аспект, если раньше обратную связь, или, может быть, вы знаете слово аттестация, перформанс-ревью, оценка персонала, раньше проводили в компаниях на протяжении полгода, был такой период, раз в год, раз в полгода. Сейчас это очень много, потому что для нового поколения за полгода они уже видят, что они уже на карьерной лестнице, генеральные менеджеры, управляющие. И компании, которые в трендах, я видела на Бессарабке бренд, открылся еще в прошлом году, корейская или японская, какие-то там подарочки небольшие. Обратите внимание, что делают. Они пишут такой постер и говорят, что ребята, придя к нам, вы проработаете три месяца здесь, два месяца здесь, месяц там, и через шесть месяцев вы администратор магазина. И, конечно, сотрудники думают, блин, он четко видит, что можно сделать для того, чтобы попасть в следующую позицию. И Тони Шей, который собственник Запас, он это объясняет в своей книге «Доставляя счастье», он говорит, когда сотрудник может понять, что от него ждет компания и как я могу расти, сотруднику кажется, что мы можем управлять своей судьбой. Если бы я была сотрудником, я бы тоже хотела понять, как мне достичь, потому что если я амбициозна, я хочу понять, что мне нужно сделать для того, чтобы достичь этого результата. А, Б, Ц, Д я буду делать. И украинские бренды говорят, особенно ритейл обращаются, говорят, слушай, я не понимаю, они у них могут все, что угодно делать. Я могу их отправить в наш магазин в открытие, на открытие в такой город, в такой, взять руководителем. Они почему-то идут все равно в какие-то компании, здесь супер структурно, нафига им это надо, я тут столько возможностей им даю. А потом, когда я общаюсь с ребятами, просто вовлеченности делаю, с ними коммуницирую, с сотрудниками, как раз те, которые обслуживают клиента, они говорят, я хочу понимать, а так настроение у собственника не окей сегодня, я на вылет, настроение окей, я понимаю, как мне расти. Сегодня я буду директором, завтра ты вообще будешь никем. И вот это все вносит для сотрудников чувство, что они не могут управлять своей жизнью. И, соответственно, вот такие бренды, которые чувствуют эти все тренды, они говорят, окей, вот тебе лидерская лестница. Чик-чик-чик, три месяца аттестация, результат. И молодое поколение достигает, потому что им измеримо, понятно. Понятно, что есть крайности. Я не говорю, что сейчас там все это идеально. Я говорю идеальная картина. Есть те, которые там совсем безответственные. Есть классные кадры. Есть. Они есть, просто они требуют другого подхода, не тот, к которому мы привыкли 10 лет назад, 20 лет назад, как привыкли работать наши родители. И Адам Грант тоже очень, он очень сейчас известный, выступал в Давосе, был там и в Америке. Это профессор Гарвардского университета. У него есть классная книга, называется «Дающие и берущие». Он делит людей на те, которые дают и кайфуют. Он говорит, берите дающих людей. И есть те, которые берут, и они приходят в компанию, говорят, что вы мне можете дать. И важно балансировать, там есть целое прям у него и TEDx выступление на эту тему. И он говорил, что мы мало используем ресурсы нашего линейного персонала или сотрудников, которые работают с клиентами. Они столько знают, а мы их не спрашиваем. Мы не создаем пространство, мы не создаем инновационные платформы, где сотрудникам дается право говорить об идеях, где сотрудникам дается право создавать кланский клиентский сервис, где сотрудникам дается какое-то право сказать о продукте, они классно знают продукт. При увольнении, говорит, вы используете какие-то опросы, что понравилось, что о продуктах. И увольнение, когда сотрудник, для него это сюрприз, это ошибка компании. А если ему была дана две обратные связи, как измениться, тогда это уже можно создать увольнением. Единицы вообще знают, как давать эту обратную связь перед увольнением, чтобы был шанс у сотрудника измениться. Говорит, я ему же сказала, мне не нравится, но это не обратная связь, это просто недовольство. А что конкретно изменить, не совсем знают. И поэтому от менеджеров требуется навыков той же обратной связи, перестраивание внутри системы, создавать такие возможности, где сотрудники могут также генерировать какие-то свои идеи, давать свои предложения. И в Киеве, работая как раз с брендом, работая в отеле, было такое, назывался это комитет, в общем, на английском он красиво звучит, на русском некрасиво. И в этом комитете сотрудники, те, которые обслуживают клиента, только имели право принимать участие. Им давались цифры, говорили, вот смотрите, нужно изменить клиентский опыт сейчас такой, что можно сделать. Они сами придумывали и шоколадки у прикроватного столика, и то, и пятое, и десятое, у них столько идей, просто нужно создать безопасное пространство, где они могут отвечать за эту идею, где они могут генерить. Понятно, что есть какие-то идеи, которые там не имеют какого-то смысла, но вы для этого один руководитель, для этого там и существует, для того, чтобы отслеживать и дать полномочия, потому что новое поколение любит полномочия. И если взять, например, у меня очень много друзей в Испании, испанские компании, в прошлом году мы с ними работали, у нас был такой тренинг небольшой, они говорят, что, я спросила, какая у тебя система мотивационная, потому что у меня в Киеве один из брендов спросил, а как можно, менеджеры говорят, а как мне можно поощрять, например, одного кондитера, который делает 50 булочек, а другой ничего не делает, и как простроить план мотивации, и когда я была с моими коллегами, я говорю, как вы сейчас планы мотивации простраиваете, а как вы сейчас разбиваете эти бонусные системы, что сейчас модно, они говорят, какие мотивации, какие планы мотивации. Я говорю, ну как, говорит, у нас никто ничего не делает, такие планы мотивации, у нас есть типа экстра деньги, которые мы получили, прибыль, мы их приносим на стол, и мы говорим, кто сделал больше, берет больше, кто сделал меньше, берет меньше. Я представляю нашу картину, куча крови, ножи там, и сейчас, ну, то есть это новое искусство эффективной коммуникации, мы еще к этому не совсем готовы. То есть это каждый должен научиться из сотрудников, я уже не говорю о менеджерах, а еще и сотрудники должны научиться выражать, ой, прости, пожалуйста, дорогой, я с тобой не согласен, мне кажется, я поработал больше. Только представьте, это совсем другой уровень коммуникации, это умение заявить о своих потребностях, умение сказать, что мне не нравится, умение сказать, что я хотел бы по-другому, но это то, к чему нужно стремиться. То есть то, что я в Киеве сейчас, ну этого нет, я работаю с нашими брендами, три раза в неделю у меня группа, я знаю ситуацию, но я вам об этом говорю для того, чтобы понимали, к чему действительно мир к этому движется, если мы не будем успевать обучаться и обучать наши команды, очень трудно будет потом успевать за всеми трендами, которые уже в принципе есть. У меня заканчивается уже время, я оставлю в слайде, будет 12 навыков, которые я считаю очень важны, на них есть куча книг, я могу выслать также к презентации базовые книги, которые вы можете скачать. У меня будет несколько моих программ, одна будет уже в эту пятницу, субботу, это построение сервиса для внутреннего клиента, это то, что я говорила, 30 чек-листов, элемент адаптации, заботы, удержание, увольнение и так далее, и так далее. Эта программа будет уже в эту пятницу, и 12-13 сервис лидерства, 4 базовых навыка руководителя, о которых мы сегодня говорили, постановка цели, это тоже двухдневный курс. И есть все данные на сайте petruh.com, поэтому я очень рада, хотела вас поблагодарить, рада была знакомства с вами, спасибо вам большое.